понимаете какая штука документальный фильм документальному фильму рознь как известно да вот я на культуре сейчас просто так как я делаю сейчас для культуры вот фильмы эти документальные я так заглядываю туда сижу работаю и включаю телевизор и туда заглядываю в этот телевизор и но есть такие так называемые авторские фильмы документальные они выглядят почти всегда одинаково очень долго люди планы длинные люди ходят по болоту в сапогах музыка такая звучит никто никуда не спешит вот этот фильм конечно естественно закончить нельзя потому что в принципе это такая я бы назвал бы это таким словом понты понимаете вам это совершенно незнакомо но скажем 70-е годы очень просто было за знаете есть такой музыкант алексей козлов или не знаете арсенал есть такая группа но это очень известный наш джазовый саксофонист и лёша когда-то сказал самое простое это написать авангардную вещь какую-то авангардную такую это самое простое за ум полно это все будут сидеть таращиться значит для того чтобы играть это произведение надо пригласить приглашать 8 человек своих людей потому что им всем неудобно перед тобой и друг перед другом как их пригласили послушать такую вещь бешеную значит авангардную и им не понравилось в общем сделали подарок то же самое было в театре то же самое было в кино когда пошли фильмы с претензией на искусство в америке слово искусство запрещено в кино там есть бизнес если ты снимаешь фильм на деньги большие эти деньги должен вернуть иначе тебя туда просто не допустят либо ты ищешь какие-то деньги и снимаешь фильм для себя то что называется но кто его посмотрит неизвестно в ютюбе сегодня можно видимо разместить и люди посмотрят его то же самое с телевидением то же самое вот с этим документальным кино да можно снимать бесконечно фильм какой-то ни о чем каждый кто найдет в себе силы смотреть этот фильм найдет что-то возможно для себя раньше вообще было очень принято разгадывать вот я недавно посмотрел фильм stalker да простит меня вся интеллигенция советская и российская я вдруг увидел что это довольно скучное кино сегодня смотрится а почему тогда нам не казалось скучным а потому что тогда опять же не искали не слышали текста слушали подтекст в каждом кадре мы искали подтекст и мы были заняты этим только мы смотрели на экран искали подтекст вот птичка там клюнуло зернышко а это он имел ввиду значит что жареный петух клюнул пионера и поэтому по политическому делу его значит осудили это вы не знаете неважно вот понимаете да в чем дело сегодня информ потоки информации совершенно другой в это прекрасно понимаете в одну опять же какой-то вот фильм не помню смотрел я думаю надо же сегодня вот за 30 секунд можно зрителю засунуть огромное количество информации на что раньше уходило 15-20 минут вот поэтому отвечаю на тот вопрос говорю можно снимать бесконечно можно бесконечно чем но если перед тобой стоит задача рассказать определенную историю вопрос только как эту историю рассказывают к сожалению никто почти никто я много смотрю вот документального кино утром и этим грешат все непонятно о чем идет рассказ просто изложение фактов никто не дает себе труда найти чего-то новое в этой истории я не не удобно приводить как бы пример пример себя но передо мной такая задача например всегда стоит и когда я делал документальное кино надежде аллилуевой жене сталин уставим это вы знаете да все таки вот у него была жена надежда любого она буквально перед одним из пролетарских праздников пустила себе пулю в лоб вот это вот прямо накануне праздника а дочка сталина светлана написала потом она много раз об этом писала многочисленных своих книгах она писала что вот мама все время смягчить а сталин был тиран он жил в этой стране загонял людей в лагеря уничтожал их там кровь и лазь знаете ну так на всякий случай вам просто чтобы вы понимали коммунитет вот так вот дочка значит написала что что мама смягчала его все время пока мама была жива вот он еще не был таким тираном а вот когда мама покончила собой с 37 года начались эти жуткие репрессии и так далее так далее так далее я тогда набрел на мысль такую что ну самоубийцы если вы знаете или не знаете их считает церковь грешниками их хоронят за оградой и вот значит в этом сценарий написал такую фразу что она была грешницами не только потому что она пустила себе пулю в лоб а потому что она свой крест не донесла до конца уж коль скоро это была правда если принять на веру что это была правда что она смягчала вот и оси виссарионовича то вот этот свой крест смягчение вот этого жуткого монстра она не донесла и в этом был ее величайший грех она то что на нее вот было разложено на ее плечи она не справилась и сказал тому же лёшу пиманову который я был уверен эту фразу выбросит потому что там было значит религия и так далее крест игру лёша вот если выбросишь эту фразу то этот сценарий не будет ничего стоить вот этот сценарий написан только ради этой фразы потому что мы дошли до этого противном случае это просто открыл интернет то что сейчас делают люди все и прямо не меняя того что написано в интернете засовывают эту информацию дальше мы ее видим на экране телевизора жил такой-то влюбился тогда-то встретил эту все умер как ликбез как этот википедия наверное это годится